Здравствуйте. Меня зовут Евгений Гершкович. Я вам сейчас расскажу про историю жизни членов семьи Василия Дмитриевича Поленова. И почти не буду касаться его собственной жизни и собственного творчества, потому что, я надеюсь, вы сейчас все были на выставке этажом ниже. Мы выбрали тему «Историю семьи» совсем не случайно, потому что вообще тема семьи была очень важной для самого художника. И он построил дом, кто-то из вас, наверное, был в Поленова, но дом на Окском Крутояре он построил, когда ему было 46 лет, он был уже отцом троих детей, и он начал строить собственный мир. И вот этот невероятный рай, который так лег на природу заокских холмов, заокских пейзажей – это очень интересная тема. И его сила этого дома даже не в том, что он наполнен произведениями искусства, материальными памятниками, и вот эта усадьба, она очень органично легла на природу, и сила ее именно в идее, идее семьи. Семья была в Поленово всегда. И когда вы приезжаете в Поленово, вы как бы попадаете не в музей, а вы попадаете в такой вот оазис, который Василий Дмитриевич создал по собственной идее от начала до конца, он прямо шил по собственной мерке. И есть цитата из его письма к жене. Он, еще не начав строить, он уже четко представлял себе, что будет. То есть это одно из его главных произведений. Это усадьба Поленова стала называться в 1927 году, когда художник умер. Но до 1927 года она называлась поместье Бехова и усадьба Барок. И вот здесь фотография одной из калиток, ведущих как раз в эту усадьбу. И вот эти каменные столбы, которые он сам придумал, это вдохновившись нормандской архитектурой, где он бывал. И, в общем, еще раз могу сказать, что для него это был очень важный проект. И когда он умирал, по воспоминаниям, он сказал своему сыну, я тебя прошу, не отдавай дом в чужие руки. В общем, вот такая есть идея истории семьи и памяти о ее представителях. И сохранение этой памяти – это одна из важных задач, которым руководят сотрудники нынешнего руководства музея Поленова, которые являются членами этой большой семьи. И эта идея будет продолжена сейчас на новых площадках музея Поленова, которые сейчас они готовят к следующему сентябрю. В Туле будет открыт такой арт-кластер, где музей Поленова получит четыре площадки, четыре таких флигеля, и где будет именно все это посвящено не историческому экспозиции, а будет посвящено теме семьи. Причем семьи не только семьи Поленовых, а семей тульских, семей, связанных с судьбой семьи Поленовых. И вот эта тема семьи будет развиваться. И еще одной важной площадкой вскоре будет московский центр «Дом Поленова» на Зоологической улице. Музей Поленов получает еще одну площадку на Зоологической улице. И это дом, который Поленов построил как театральный мастерский. И этот дом давно ждал перехода в руки Дома-усадьбы. И я сейчас начну вам рассказывать про эту всю такую интересную семью, начав с прадеда Поленова по отцовской линии. Василий Дмитриевич Поленов родился в 1844 году в Петербурге. Он приезжал к дворянскому сословию, и его семья сохраняла традиции дворянской интеллигенции, восходящей к XVIII веку. И среди его потомков очень много интересных людей. И мы как раз заострим внимание на самых интересных. Но, в общем, мы не будем сильно углубляться. Вот я вам расскажу о многих понемногу. Сохранилось древо семейства Поленовых. Оно представлено в экспозиции музея-усадьбы Поленовых. В Тульской области. Вот первый представитель семьи, о котором мы будем сейчас говорить. Это Алексей Яковлевич Поленов. Ой, извините, пожалуйста. Алексей Яковлевич Поленов остался без изображения. Значит, Алексей Яковлевич Поленов – это первый из Поленовых, получивших светское образование. Прадед художника по отцовской линии. Он родился в 1738 году и скончался в 1916. Родился он в Костромской области, губернии, где его предки имели усадьбу. А современники называли Алексея Яковлевича Поленова первым русским эмансипатором. Известно, что после окончания гимназии и университета при Академии наук он был командирован Михаилом Васильевичем Ломаносовым, который курировал его курс. Он был командирован на пять лет в Страсбургский университет во Францию, где познакомился с философом Жан-Жаком Руссо и стал глубоким почитателем его идей. Затем на полгода Алексей Яковлевич отправился в Германию, в университет Геттенгена. В Европе Поленов занимался русской историей, учил французский язык, занимался юриспруденцией и вернулся в Петербург в 1766 году таким первым юристом России, законоведом, человеком с широким и глубоким гуманитарным образованием помимо юриспруденции в области философии, исторической науки, личностью, питавшей идеи философии века просвещения. Прибыв в Петербург, он принял участие в конкурсе трактатов, который объявило Вольноэкономическое общество. Тема была такая, что полезнее для государства, чтобы крестьянин имел в собственности землю или только движимое имение, и сколько далеко на то и другое его право простирается. На конкурс было подано 162 трактата и только всего 7 русских. Первую премию получил Биарде Далабей, «Тысяча червонцев». И текст очень понравился Екатерине II, «За умеренность». И он, в общем, текст этого автора предлагал неторопливо готовить рабов к принятию свободы. Сочинение Алексея Поленного называлось «О крепостном состоянии крестьян в России». И здесь впервые была высказана резкая критика крепостного права и предлагались меры по выходу из него. Автор говорил, что рабовладелье позорно и что для славы народа, для пользы общества надо вывести производимый человеческой кровью в бесчестный торг. Трактат отметили как лучший русский. Автор получил золотую медаль в 12 червонцев с прописанием на он и имени автора. Но опубликован не был из-за многих по меру сильных и по здешнему состоянию неприличных выражений. И текст впервые увидел свет. Уже после отмены крепостного права в 1865 году он был опубликован в Русском архиве благодаря стараниям уже внука автора, то есть отца художника Василия Поленова. И таким образом своим сочинением Алексей Яковлевич Поленов заслужил почетное право и место в культурной истории и предвосхитил идеи Радищева на 30 лет. Затем Поленов трудился из его литературных трудов, известное издание, как редактор, двух частей Никоновской летописи. Он переводил такие произведения, как «Размышления о причинах величества римского народа и его упадка в Монтескье», «Рассуждения о причинах установления или уничтожения законов Фридриха II», «О свойстве нравов человеческих» Алексей Поленов немного служил в Сенате, в заемном банке, комиссии составления законов Российской империи, занимался разработкой уголовных законов, составил оставшуюся так и не напечатанную первую часть истории Мальтийского ордена. Имение себе он купил в очень глухих местах – в Ланецкой губернии, на берегу реки Аять, где тут же перевел крестьян с барщиной на мизерный обрук и жил на эти средства до конца дней своих». Ну вот теперь мы переходим уже к деду художника по отцовской линии. Сейчас, я не знаю, может быть, будет немножко сложно разобраться, потому что из той и другой стороны у него очень много важных людей, важных родственников, но я вам буду по ходу действий объяснять. Значит, вот дед, это дед по отцовской линии, тоже Поленов, Василий Алексеевич Поленов, он, соответственно, дед художника, был по образованию законоведом. И он был офицером, ну, не таким блестящим, как, будем дальше рассматривать, другого деда художника, блестящего героя войны 1812 года, но он тоже участвовал в боях войны 1912 года и в качестве начальника походной канцелярии адмирала Чичигова. И свою службу он закончил должностью управляющего департамента в Министерстве иностранных дел в генеральском чине тайного советника. И главной заслугой Василия Алексеевича было создание государственного архива Министерства, которым он управлял до конца своих дней, и свой досуг он посвящал занятиям истории, философии, филологии, литературным трудам. И он участвовал в составлении церковнославянского русского словаря, и за что его избрали членом Академии наук. С большим уважением к Поленову относился Пушкин, который считал его настоящим ученым. Пушкин тоже работал в этом архиве, как известно. И письмо Пушкина к Василию Алексеевичу Поленову от 28 августа 1935 года приводится во многих полных собраниях в течение Пушкина и по сей день. Василий Поленов был страстным коллекционером, и он заложил основу коллекции, которую мы видим сегодня в музее-усадьбе Поленова, где представлено собрание пяти поколений Поленовых. Это тот музей, который Василий Дмитриевич создал у себя в имении, говоря о том, что очень жалко, сейчас вольная такая цитата, очень жалко, что все отдано большим городам. Он стремился отдать что-то и в деревню. Вот, собственно, он создавал свой музей на основе собственных коллекций, коллекций своих предков, в том числе коллекции Василия Алексеевича Поленова. И вот эта страсть к коллекционированию от деда перешла к внуку. И, кроме того, Василий Алексеевич еще известен как поэт. Он писал стихи, публиковал их в издании под названием «Муза». Но поскольку он писал под псевдонимом, то они долго приписывались Спиранскому. Василий Алексеевич был дважды женат. И вот первая его жена, Мария Андреевна в девичестве Ханонева, она как раз является матерью Дмитрия, который и есть отец Василия Дмитриевича Поленова. Вот сын, отец Поленова, Дмитрий Васильевич Поленов. Чем знаменит отец Поленова? Он был членом, тоже ученый человек, член-корреспондент Академии наук, известный библиограф, археолог, историк. В возрасте 14 лет он поступил в императорский Санкт-Петербургский университет, затем устроился на службу в Министерстве иностранных дел, опять же, как и его предок, и был назначен секретарем дипломатической миссии Греческое королевство. Он очень серьезно занимался и увлекался археологией. И во время своих путешествий он, конечно, не терял время даром, он по пути в Грецию посетил Афины, Одессу, Константинополь, везде он писал записки, отправлял их в письмах домой, и вот эта переписка сохранилась. Очень любопытные письма с зоркой наблюдательностью и такой нетривиальностью суждений. И опять же, им была собрана коллекция античной культуры, которую вы тоже можете видеть в витринах, в частности, комната портретная, которая находится в музее Поленова. Там античное стекло, античные терракоты. Это все от отца Василия Дмитриевича. В 1852 году Дмитрий Васильевич Поленов был избран секретарем археологического общества. И в 1861 году членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка. Его первый печатный труд вышел в журнале Министерства народного просвещения за 1850 год. Он назывался «Библиографическое обозрение русских летописей, начиная с никоновской летописи». Надо сказать, что он был очень осмотрителен. Он дождался, когда будет произведена реформа и отменено крепостное право после кончины Николая II и стал медленно разбирать архив деда и опубликовал его в русском архиве, сопроводив очень подробные биографии с его предком. Теперь вот очень интересный персонаж для меня, во всяком случае, это мать Поленова. Это Мария Алексеевна Поленова, урожденная Ваейкова. Просто я вот сейчас прокурировала выставку, которая до сих пор идет, еще будет до 12 декабря идти в музей Тропинина, здесь неподалеку. Она посвящена творчеству художника Марии Поленовой, и я сейчас просто вам покажу очень много ее работ, потому что она, я считаю, незаслуженно забыта, при том, что на фоне общего интереса, как принята, так очень актуальная тема, это гендерное творчество, женское творчество. И мы без конца говорим о бабушке Брейгеле, которая всех воспитала и сделала их художниками, о Бартемизии Джентилеске, про которую снято много фильмов, в частности, Михаилина Ватье, вот эта знаменитая последняя фламандская художница, которую все с удовольствием открывают ее судьбу и изучают ее творчество. А Мария Поленова как-то осталась в тени. Я считаю, незаслуженно, потому что у нее была крепкая рука композиции и линии владения. Надо сказать, что она, конечно же, автодидакт, дилетант, она училась дома, и она очень важна в контексте воспитания детей, своих пятерых детей. Конечно же, Василия Дмитриевича. И вот ее, например, портреты ее матери и двоюродной бабушки. Вот мать Вера Воейкова, это ее мать. Сейчас я вам покажу. Вот ее графические изображения. Детские годы ее прошли в имении, в Тамбовской области, в имении Ольшанка, в довольно большом, просторном помещем доме. И поэтому мы назвали нашу выставку «Музей Тропинина». Она называется «Усадебный альбом», потому что все это делалось в усадебе. Она воспитывала пятерых детей, занималась творчеством, не оставив это увлечения, и замужеством. Она была дочерью, вот сейчас мы к этому вернемся, соответственно, дочерью Веры Воейковой и командира егерской бригады, отличившейся в Бородинском сражении, Алексея Воейкова. И вот она жила в поместье Ольшанка. Опять она изображает свою мать. Тут ее дети – Василий, Алексей, Вера. Вот вы видите ее автопортрет с детьми. У них было двое детей, две дочери. Это была Елена и Вера. Кроме того, был сын Василий, Алексей и Константин. Пятеро детей. И вот эта вот ее невероятная такая композиция, серия крестьянок «Оланецкая губерния» – это вот то самое имение, о котором я вам говорила, в которое тоже прошла большая часть ее жизни, в основном в летнее время. И она сделала вот такую композицию этнографическую. И это только две работы. На самом деле их гораздо больше. Вот сейчас они как раз находятся в музее в Москве, а не в Полене. Так они хранятся в имении. Значит, она вступила в брак в 1843 году с Дмитрием Васильевичем Поленовым, о котором мы только что говорили. Вот его портрет. Она многократно его изображала в графических эскизах. И он как раз тогда уже не был членом дипломатической миссии в Греции. Вот он женился на ней в 1843 году. И он очень поощрял ее желание рисовать. Сколько им было лет? Вот смотрите. Вот он родился в 1846 году. В 1843 году он женился. Надо сказать, что он, конечно, дружил с интересными людьми. Дипломат Дмитрий Поленов. Он вводил дружбу с художником Федором Петровичем Толстым. Он был знаком с Карлом Брюловым. И вот Карл Брюлов порекомендовал для жены Поленова учителя из своего круга художника Константина Молдавского. Константин Молдавский давал уроки Марии Поленовой. И занимался с ней рисунком, живописью. И он приезжал в усадьбу Ольшанка. И они занимались, по некоторым сведениям, вместе росписью храма в этой усадьбе. И, конечно, да, в общем, сейчас мало кто занимается этим, но, возможно, имеет смысл просто вот это внимательно очень изучить. И кроме того, что она занималась изобразительным искусством, Мария Алексеевна еще была детским писателем. И вот ее труд в 1852 году под названием «Путешествие лета в царском селе». Эту книжку она писала для своих детей. И она уже выдержала четыре издания за это время. И есть варианты ее же собственных иллюстраций. Есть иллюстрации ее сына и художника Головина. Ну, вот недавно была издана еще раз эта книжка. К сожалению, я не принесла вам это. Вы можете найти «Лето в царском селе». Оно, в общем, пока что где-то попадается в магазин. И, значит, жизнь Марии Поленовой происходила и в Тамбовской губернии, и в Волонецкой губернии, в селе на берегу реки Аять. И здесь они занимались строительством тоже собственной усадьбы. То есть эта земля была в руках семьи, но строительство дома происходило как раз даже на глазах Василия Дмитриевича. Есть его воспоминания об этом, о путешествии в эту усадьбу. Очень красочный, для него очень важный. И есть его эскизы, пейзажи на тему этого места. На берегу реки. И село называлось Акулова гора. Просто я вот хочу вам еще раз предложить посмотреть на ее работы. Просто они действительно, мне кажется, заслуживают внимания и разговора об этом. Потому что все-таки она владела очень какой-то крепкой рукой композиции, линией и талантом передавать складки, драпировки. Все-таки она была домашней хозяйкой, она сидела с детьми и достигла, мне кажется, очень неплохих результатов. И, безусловно, мы ей благодарны даже тем, что она была первым портретистом собственного сына. Вот это первый портрет Василия Дмитриевича Поленова. Вот, собственно, рукой матери. Ну и, конечно же, сам Василий Дмитриевич говорил, что она была его первым учителем и наставником. И она очень провоцировала его на творчество. И он говорил, что... Собственно, да, вот в этой книжке, о которой мы сейчас говорили, про Царское село, она была с иллюстрациями, и, естественно, там были герои в дети. И вот Митя, герой книжки, он, собственно, Вася. И вот она пишет, что за несколько дней до приезда в Царское село Митя выучил басню «Синица». Он же изобразил ее на бумаге и представил океан. В воздухе летят стадами птицы на берегу лес, а из лесу звери бегут смотреть, как будет и жарко ли будет гореть океан. И потом поставил на берегу моря охотников с ружьями и огромными ложками и в море нарисовал рыбок, чтобы изобразить уху. Охотники таскаться по перам из первых с ложками явились к берегам, чтобы похлебать ухи такой богатой. Митя принес этот рисунок матери. Вот это в книжке Марии Поленовой выведен герой в качестве Мити. И я хочу сказать, что она пригласила в качестве учителя для своих детей, то есть они занимались рисунком и Василий, и Вера, и Елена Поленова, которую в семье называли Лилией, она будет потом известным художником, и Костя, она пригласила к ним учителя, небезызвестного Павла Чистякова, который воспитал потом огромное количество русских художников, которому благодарны вообще за Серова, за Репина. В общем, вот этот Чистяков, у него первым учеником в глубоком детстве был Василий Поленов. Это очень важный момент, и он, конечно, об этом помнил всю жизнь. Ну, не последнюю роль в воспитании Василия Поленова сыграла его бабушка. Вот сейчас я вам покажу. Это портрет, собственно, Марии Поленовой, о которой мы сейчас говорили. Вот кисти, карандаша Константина Молдавского. А справа, вот вы видите, довольно известную фотографию, где сидит уже Мария Поленова в преклонных годах, в окружении уже знаменитых художников. Вот вы можете видеть здесь Серов, здесь Елена Поленова. В общем, все Антокольские, все Мамонтов, все они сидят в 1880 году в саду, в Толстовском саду в Москве. И еще раз повторяю про бабушку. Бабушка Вера Николаевна Вагейкова. Тоже очень интересный персонаж. В семье внуки ее всегда называли Бабаша. И мы можем видеть ее большие два портрета, опять же, в усадьбе Поленова, в комнате, которая называется Портретный. Вообще, это очень интересная комната. Там можно как раз рассматривать всех тех героев, о которых мы сегодня говорим. Они все, значит, висят там в экспозиции. Чем интересна Вера Николаевна Вагейкова? Кроме того, что я вам говорила, что она вышла замуж за блестящего генерала. Сейчас мы посмотрим на его портрет. Она была дочерью очень известного русского архитектора Николая Александровича Львова. Мы сейчас тоже будем о нем говорить. Тоже, в общем-то, блестящий полудианец, который не совсем хорошо запомнен. Я считаю, что он тоже немножко в тени находится, что жалко. Она очень рано потеряла родителей. В 15 лет сначала умер отец, потом мать. Ее воспитывал дядя приемный. Ее воспитывал поэт Гаврил Романович Державин. Дело в том, что и Львов, и Державин были женаты на сестрах. И когда одна из сестер и ее муж умерли, то и детей взял к себе Державин. И, конечно же, Вера Николаевна Вагейкова воспитывалась среди художественной и культурной элиты 18-го столетия и в окружении передовых мыслителей, художников, поэтов. Она получила неплохое образование благодаря француженке-эмигрантке. Играла на фортепиано, пела, принимала участие в домашних спектаклях. Все как принято было в то время. И она обладала какой-то невероятной эрудицией, хорошей памятью. Она была знакома с Николаем Карамзиным и могла на память цитировать, произносить много текстов из истории государства российского. Целые главы. Это вспоминал Василий Дмитриевич. И хорошо знала русскую поэзию, русские сказки. А Гаврила Романович посвятил ей стихи «Вера за кошелек». Есть такое стихотворение 1909 года. И в семье Гавриила Державина она познакомилась с молодым блестящим офицером Алексеем Васильевичем Воейком и стала его невестой. И вот после замужества она покинула Петербург и уехала в имение Ольшанка, где провела практически всю свою жизнь, приезжая только зимой в Петербург. И надо сказать, что вот ее внуки вспоминают, как она передавала им знания, они ее уважали и боялись, она была немножко деспотична. И когда она приезжала к ним зимой в Петербург, она им устраивала такие конкурсы художественные, практически как в Академии художества. Она задавала им темы рисовальные, например, суд царя Соломона, Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского перед Кульковой битвой, Иисус Новин, Устин и Рихона. И каждый из детей получал медаль золотую, серебряную. И вот Вера Николаевна их воспитывала уже в духе Академии художеств, что любопытно. И по воспоминаниям лучшие золотые медали получала Вера Поленова, которой художницей не стало. Вот этот блестящий генерал по материнской линии дед Васильевича Алексей Васильевич Вагейков. Герой 1812 года. И вот вы видите портрет его кисти Джорджа Доу. Соответственно, его портрет висит в той самой галерее героев 1812 года в Зимнем дворце. Дед художника по материнской линии. Он был генералом-майором русской армии, поэтом-переводчиком. И он участвовал в сражении под Смоленском, под Силом Красным. И очень много писал песен своей невесте, которые сохранились. Они невероятно трогательные, потому что он писал то сидя верхом на полковом барабане, то в седле. И бабаша хранила эти письма до конца дней, как святыню. В 1915 году он вернулся в Россию, женился на Вере Николаевне. Вышел в отставку в чине генерал-майора. И вот в этой форме и со всеми орденами как раз мы видим его на этом портрете. Он после этого не мог поступить на статскую службу, потому что знали, что он некогда был другом, единомышленником Спиранского. Поэтому он далился в свою Тамбовскую усадьбу на Ольшанку. И в 1800, то есть он довольно рано умер, в 1925 году он умер от старых ран. И в 33-х лет Вера Николаевна Ваикова осталась домой и с тремя малолетними детьми. И в общем она занималась воспитанием детей, писала воспоминания. И в общем к ней ездили внуки. Вот она к ним приезжала в Петербург, а внуки приезжали к бабушке. И вот долгая дорога в карете с остановками на ночлег как раз осталась в памяти Василия Дмитриевича как такое в общем воспоминание детства. И он вспоминал, как бабушка рассказывала о дедушке, о Державине, рассказывала о русской истории, цитировала Карамзина, который знал наизусть вот эти чудесные сказки. И в общем бабушка была с властным характером, но в общем в общем внуки воспитывались послушанием, с уважением к этому свойству. Вот здесь сейчас я немножко расскажу о сестре. О сестре Василия Дмитриевича Елены Поленова, известный художник, в общем-то один из главных художников русского модерна, ее часто называют дизайнером русского модерна. Тоже у нее очень непростая какая-то такая судьба получилась. Елена Дмитриевича Поленова, в семье ее называли Лилией, и когда ей исполнилось 9 лет, вот она как раз стала ученицей того самого Павла Чистякова, о котором я говорила. Она делала довольно неплохие успехи в творчестве, но, к сожалению, тогда женщины не могли продолжать образование в Академии художеств, и тогда она пошла учиться в рисовальную школу Общества поощрения художеств в 14 лет, и три года училась у Ивана Крамского. Но при этом она не оставляла занятий с Чистяковым и периодически к нему приходила за частными уроками. Когда ей исполнилось 19 лет, она отправилась в Париж. В Париже она поступила в студию Шарля Шаплена, который, конечно, высоко ценил ее способности, но все время отмечал, что ей не хватает технических навыков. Но тут она, конечно, сама понимала, что ей нужно очень серьезное систематическое образование школы этого не давало. И в 1877 году, когда началась русско-турецкая война, Елена уехала в Киев к своей сестре Вере, которая к тому моменту вышла замуж. И там, в Киеве, Елена Поленова встретила свою первую единственную любовь к врачу Киевского университета, к профессору Алексея Сергеевича Шклевича. Но брак не состоялся, потому что семья Поленова была против. Такая вот ситуация. И, в общем, она пережила личную драму, решила посвятить себя искусству, вернулась в Петербург, продолжала обучение в школе поощрения художеств. И она посвятила себя очень серьезному декоративному искусству. То есть мы, если говорить о том, что происходило в Абрамцево, то есть просто я не хочу отклоняться, но это очень важный момент, когда Елена Поленова и жена Мамонтова, Елизавета Мамонтова, они же основали там вот эти мастерские, керамические, резжецкие, то есть вот эти знаменитые мебель Елены Поленовой, деревянные, резные шкафчики, резные аптечки, которые практически сейчас, если многие говорят, вот у меня есть, у меня есть очень многих, есть мебель Елены Поленовой, она тиражировалась. И если приехать в усадьбу Поленова, в музей, она во множестве обставлена как раз ее каким-то дизайнерской мебелью Елены Поленовой. И она вернулась из Киева и поселилась в 1882 году, когда уже умер отец и умерла сестра. Сейчас мы будем об этом говорить, сестра Вера. Она переехала с матерью в Москву к брату, который был к тому моменту уже женат, я имею в виду Василий Мечи, и был уже известным художником, у него были свои ученики. И как раз вот в этот момент, когда она вернулась, то Наталья Васильевна Поленова, уже жена, сейчас я вам к ней подойду, жена Поленова, она ее познакомила со своей родственницей, с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой, которая как раз была хозяйкой имени Абрамцева. Абрамцева сыграла не последнюю роль вообще в семье Поленовых, вообще в его судьбе. И вот этот Абрамцевский кружок, который, собственно, основал Мамонтов, его жена, и в этом кружке, конечно, таким важным членом была Елена Поленова. Она, в общем-то, занималась, как я уже говорила, они основали столярно-режеческую мастерскую, керамическую, эскизы мебели, они продавали свои произведения в магазине русских изделий, и, в частности, вот загородный дом Марии Якончиковой, которая сестра жены Поленова, они обставляли ее интерьер тоже. Елена Поленова, к сожалению, тоже очень грустная ее кончина. Она упала с пролетки, стукнула с головой, не смогла вылечиться и умерла. И, в общем-то, здесь очень много есть теплых воспоминаний, и уже мы сейчас к этому вернемся, воспоминаний уже дочери самого Василия Дмитриевича Полина, которые вспоминают они с большой теплотой. Сейчас я тогда к цитатам вернусь позже с вашим разрешением. И давайте теперь поговорим о жене. Может быть, вы знаете судьбу и вообще историю жизни Василия Дмитриевича Поленова? У него было много разных всяких тяжелых ситуаций, и он был влюблен в Марусю Аболенскую в Риме. Не знаю, видели, наверное, на выставке ее римское захоронение. И, в общем, у него было несколько таких тяжелых ситуаций, тяжелых моментов, и он приехал в Абрамцево в очень подавленном состоянии, когда его пригласил Мамонтов к себе. И в этом подавленном состоянии еще была смерть сестры Веры, которая была его близнецом, я забыла об этом сказать. Они были очень близки, еще вот они были близнецы. И вот тема больная, вот эта вот картина больная, которую вы видели в экспозиции, как раз это вот такой вот собирательный образ всех таких трагедий, трагических смертей, неизбежности смерти. Вот вы видите эту вот больную, которая, это одна из версий этой работы, она довольно темная, вот там на выставке ее очень сложно рассмотреть. Вот здесь вот как-то попробовали увеличить свет, чтобы было видно. Но это вот такой собирательный образ всех таких окружающих жизнь поленного страданий. И вот он приехал в Абрамцево по приглашению Мамонтова. И, соответственно, как известно, он принял участие в строительстве знаменитой Абрамцевской церкви спасания рукотворного, которую мы считаем первым памятником русского модерна. Здесь Поленов выступил как архитектор. Он работал вместе с Васнецовым. И вот здесь я просто прошу запомнить очень интересный момент. Одна из компетенций творчества Поленова – его архитектурное творчество. А мы помним, что он, в общем-то, правнук архитектора Львова. То есть это вот любит очень к этому возвращаться и вспоминать об этом, что действительно вот такой вот интересный такой переход и наследие архитектурное у Василия Дмитриевича именно, возможно, благодаря корням и генам. Так вот, значит, он в Абрамцево, он придается творчеству, пытаясь забыть все свои печали, и он занимается строительством, проектированием храма. И тут, сейчас, и тут, значит, в этом деле активно участвуют члены семьи Мамонтова, в частности, Зак Григорьевна. И здесь появляется на сцене вот молодая ее родственница Наталья Якунчикова, ее двоюродная сестра. И она была на 14 лет моложе Василия Дмитриевича. Вот Наталья Якунчикова. Она была, конечно же, из другого сословия, прямо скажем, она была купчиха. Богатая. Богатая купчиха, несмотря на то... Да, в общем, почему я об этом говорю, потому что, конечно же, дворяне не очень приветствовали такие союзы. Но, тем не менее, вот она была на 14 лет его моложе и была двоюродной сестрой Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. И она участвовала в строительстве храма. Они шили вместе все хоругви и вышивала по его же рисункам. И только тайному дневнику она, значит, доверяла свои чувства. В общем, она очень привязалась, полюбил Василь Мечи. И видела его вот это вот такое сломленное состояние и могла признаться только в дневнику. И вот она написала даже уже своей кузине, что свои чувства к поленному никогда не выражаю. Иногда только, может быть, прорвется оно, но потом я опять овладеваю собой. Особенно уже в последнее время я стараюсь подавить его, но ведь Лизок, она страшно сильно и время только сильнее развивает его. Я не требую взаимности, эти золотые мечты прошли теперь, а если когда-то найдут опять, я скорее гоню их. Я жажду доверия как человеку и живо за него чувствую, что он теперь должен испытать, потеряв лучшего друга. Я душу рада отдать, чтобы облегчить эти страдания его, и что же я могу сделать? Ничего. И к чему это вдруг мое участие сочувствия? Это же что это еще выскочило? Что она мне? А он для меня самый близкий сердцу человеку, его образ неразлучен со мной, во всех моих думах, во всех моих действиях. И в общем здесь конечно она писала об этом в письмах, но Елизавета Григорьевна дала знать Полинову, конечно, так или иначе в общем стояло бракосочетание в том самом храме, который они построили, и они поселились в Абрамцево после свадьбы. Вскоре у них родился сын Федя. Федя не дожил до двух лет, и они очень тяжело переживали эту кончину. Василий Дмитрий писал, нет больше нашего Федюшки, дорогого мальчика, какой он становился милый. И надо сказать, что он страдал и вспоминал всю жизнь. И вот его дочь Екатерина, она потом напишет, что часто отец замыкался в своем горе, и уже перед смертью практически они нашли его записку «Скоро и я буду там, но увижу ли я тебя, мой мальчик». Он умер 83 года. Вообще очень много интересного как раз оставила в воспоминаниях Екатерина Васильевна Поленова в замужестве Сахарова. Имеет смысл почитать ее воспоминания, потому что они очень трогательные и живые. Они как раз передают атмосферу дома Поленова. И вот в частности она вспоминала, когда она была, она вторая была дочь Васильевича Натальи Васильевны, и она вспоминала, как вспоминала свою тетю, о которой я вам говорила, Елену Дмитриевну Поленову, что весной 1894 года они жили в Москве, и Елена Дмитриевна приезжала к ним, и там жила, и она вспоминает, как она устроилась в библиотеке за боковым столом у окна и работала над акварелью к сказкам «Сынка Филиппка», «Отчего медведь стал куцей» и так далее. Это было очень интересно, но мы не лезли, так как строго запрещалось смешать отцу и тете, видели все украдкой. Кроме сказок вокруг тети нашей матери была какая-то тайна. Мы собирались ехать далекое путешествие на всю зиму в Рим, и когда творилось что-то непонятное, нам говорили, что это приготовление к поездке, однако скоро эта тайна разгадалась. Появились четыре куклы, сшитые из тряпок, с глазами и с черных башмачных пуговиц, покрытых веками, с руками и ногами. Лица и волосы были покрыты акварелью, которая всегда была под рукой у тети Лен Дмитрины. У каждой было приданное белья и одежды. Были верхние шубки, красные валенки, связанные нашей матерью. Вот это было счастье. Так как в то лето у нас родилась еще сестра Ольга, то все четыре куклы в честь нее были названы Олюшками. И каждому из детей предполагалось кормить этих Олюшек в кукольной посуде. То есть для того, чтобы у детей не было травмы по поводу рождения следующего ребенка, мать, тетя и сестры придумали такой способ с куклами Олюшками. Это просто небольшой штрих для того, чтобы понять атмосферу в доме. И вот она очень, кстати говоря, это Екатерина Поленова с нежностью вспоминает свою бабушку. Соответственно, бабушка Мария Алексеевна Поленова, я вам напоминаю, о ком идет речь. Она тоже жила уже после смерти своего мужа Дмитрия Поленова. Она жила вместе с сыном с Василием, с его дочерью, с его женой. И вот уже, соответственно, внучка Екатерина вспоминает. Бабушка, жившая с нами, была наша добрая, любимая, как чудно пахла из ящиков ее комодов, шифоньерок, переложенных мешочками с порошком. Этот тонкий нежный запах связывался с образом бабушки. В ящиках стола у нее были какие-то особенные старинные игрушки, два фарфоровых бульдога с высунутыми качающимися языками, лошади, цугом запряженные в карету, в которой ехала английская королева Виктория, ее свита верхом на лошадях. И теперь, наверное, можно поговорить уже о том самом Николае Львове, о котором я уже упоминала. это, соответственно, прадед Василий Дмитриевич по линии матери, архитектор Николай Александрович Львов. Он родился в 1751 году, умер в 1803. Эта личность поистине универсальна, то есть, если говорить о таких художниках, которые... Можно также говорить о Поленове, который был и музыкантом, и архитектором, и художником, и педагогом, и теоретиком, и религиеведом. Если сейчас вспомнить о том самом евангельском цикле, который Вы сейчас, к счастью, можете видеть вообще впервые в таком полном объеме, его не показывали еще никогда. Благодаря этой выставке мы можем составить представление об этом. 25 лет назад мы такого евангельского цикла Василия Поленова не видели. Его прадед, архитектор Львов, он был примерно таким же широким человеком широких компетенций. Николай Львов можно без привлечения назвать архитектором, поэтом, переводчиком, драматургом, музыкантом, композитором, ботаником, гидротехником. И это будет неполный список, безусловно, график, переводчик, в общем, много чего еще. Он знаменит тем, что он организовал кружок поэтов, художников и музыкантов, который назывался примерно Державинский. Потому что Державин был во времена Екатерины II, конечно, самым значительным литератором того времени. И благодаря душе кружка Львова в нем появились и художники, в том числе Левицкий, Боровиковский. Левицкий писал портрет Львова и его жены. Это один из самых тонких, нежных портретов русской живописи. Мария Дьякова – это жена Львова, сестра которой была замужем за Державину. И вот этот интимный двойной портрет говорит о многом. Мы видим этих героев благодаря художнику. В 1785 году Николай Львов был избран членом Академии художеств. Если говорить о его архитектурных творениях, то это безусловно известные всем Невские ворота Петропавловской крепости, это храм Куличи Пасха в Петербурге, это приорадский дворец в Гатчине. Что такое приорадский дворец? Это еще один результат опытов из Кани Львова в области строительства. Он очень увлекся строительством из земли, то есть глинобитом. И вот приорадский дворец в Гатчине это как раз результат его этих опытов с глинобитом. Я вам приготовила два объекта, чтобы вы посмотрели на работы Львова-Палладианца, потому что благодаря Львову идеи Палладио притворились на русской почве. В том числе Львов был переводчиком трудов Палладио, десятника по архитектуре. И вот это имение Веденское, тоже неспроста я его здесь привожу, оно находится под Москвой близ Звенигорода. Это постройка Львова, имение, которое когда-то принадлежало Лопухиным, и в конце концов его приобретает купец Якунчиков, который является отцом жены Поленова Натальи Васильевны Якунчиковой, такой известный купец. И здесь в этом имении живет еще одна Якунчикова, Мария Якунчикова-Вебер, которая известна тем, что она была художником, и, к сожалению, она умерла тоже довольно рано, в 32 года, но оставив нам очень богатое наследие. И в том числе у нее очень много есть эскизов, зарисовок и живописных полотен именно с изображением имения Веденское. Ну и вот эта знаменитая усадьба в Торжке, под Торжком, Знаменский райок, уникальное совершенно сооружение такого размаха, который Львов построил для Глебовых. Невероятное. Здесь он занимался не только архитектурой, но и ландшафтным проектированием. И конечно его вот эта универсальность, я могу просто процитировать, что писал о нем первый биограф о Львове. Мастер Клавикордный просит его мнение на новую механику своего инструмента. Балетный мастер говорит о живописном распределении групп своих. Так господин Львов устраивает картинную галерею. Тут на чугунном заводе занимается огненной машиной. Во многих местах возвышаются здания по его проектам. Академия ставит его в почетность своей члены. Вольноэкономическое общество приглашает его к себе. Там он пишет путешествие на Дудорову гору. Тут составляет министерскую ноту. А там устраивает какой-нибудь великолепный царский праздник или придумывает и рисует орден Святого Владимира. В 1802 году Николай Львов возглавил экспедицию на Кавказ для устройства соляных хранилищ. Еще его интересовала такая тема как соль и тема устройства лечебниц минеральными водами. И на обратном пути на Тамане он нашел четырехметровый камень с древними письменами о местонахождении Тому-Тараканского княжества. Вот такая многогранная личность был Львов. По дороге обратно он заболел и зимой скончался. Вот собственно после этого как я вам уже говорила его детей взял на воспитание Державин. Ну еще вот несколько штрихов из творческой биографии. В 1795 году выходит книга Львова «Русская перостатика» например и опять же где он занимается исследованием в это же время примерно способ строительства зданий из чистой земли без примеси. И он основывает школу глинобитного строительства. К всему прочему можно добавить, что он занимается переводом поэзии древнегреческого поэта Дана Криона и если вот кто-то не поленец и тот поищет параллельно перевод Львова и Пушкина одного и того же стихотворения. У Пушкина называется «Кобылица молодая». В общем вот здесь такой вот рассказ о Львове. Дальше я могу смело перейти к короткому рассказу о детях Поленного, которых было пять. И конечно же мы вот еще раз вспомним о том самом имении Порог, который он построил на Окских берегах в 46-летнем возрасте и просто такой штрих значит вот он известен известной истории как он плыл по берегу сплавлялся по оке вместе со своим другом художником Коровиным они плыли по берегам осматривали берега Оки и конечно же Поленов мечтал о каком-то имении на Оке вот я вот здесь привожу цитату его письма к жене сказать, что в тот момент у него были средства которые он получил от продажи императору Христая Грешница которую вы тоже видите сейчас в экспозиции и на эти средства он купил имение на берегу Оки и вот здесь я сейчас вам показываю два два зала из музейных залов Поленово это вот портретная которая вам говорила вы видите вот здесь все те самые портреты о которых мы только что с вами беседовали а также вот эта небольшая витринка с теми самыми античными сокровищами которые остались от прадеда слева мы видим вот знаменитая библиотика так называет так принято называть в семье это этот зал библиотика с камином где хранятся произведения живописи которые в основном подарки которые Василий Дмитриевич получал от своих учеников друзей здесь всегда проводится детская предновогодняя елка именно в этом пространстве и вот значит теперь поговорим немножко о детях Василия Дмитриевича Поленова ну довольно скоро после смерти Феди родился Дмитрий Поленов вот здесь вот он показывает экскурсантам уже он был первым директором музея Дмитрий Васильевич Поленов он был выпускником Московского университета первым директором музея и в его судьбе в 37 году вот случилась такая трагедия его и жену Анну Султанову арестовали за контрреволюционную пропаганду и они получили 8 лет лагерей отбыли они эти лагеря в разных местах значит отбывали в Рось Дмитрий Васильевич в Красноярском крае Анна Павловна в Коми СССР были освобождены недосрочно в 1844 году потому что страна отмечала столетие Василия Поленова и они получили свободу участвовали широко и этой истории посвятили недавно большой проект как раз сотрудники музея Поленова есть такой проект который называется 37-101 101 это километры до Поленова 37-й год и вот эта очень подробная такая вот история она разбита пока что на две части уже прошло две выставки очень подробно обсуждается и как бы они достали из семейных архивов много фотографий которых мы еще не видели они как бы рассказали зрителю вот про эту историю и это тоже в общем-то часть большого проекта посвященный памяти семьи это вот первая часть того о чем я говорила что будет в Туле что будет в Москве именно вот такая вот архивная работа и анализ того что как бы что собой представляет Поленовская семья и что собой представляют люди которые с ней связаны и круги расширяются и в общем-то очень любопытно вот значит здесь такое собрано у нас портреты детей в разных возрастах и вот здесь в середине посмотрите дом вот большой дом здесь стоит Наталья Васильевна Поленова и вот трое детей няня и вот просто посмотрите как строился дом Полена вот он вот так вот строился а потом он штукатурился то есть вот он строился из бревен то есть если вы посмотрите как он да сейчас выглядит ну вот не сейчас это старая фотография но в принципе так он сейчас и выглядит и хочу обратить ваше внимание просто да вот если вы были и собираетесь в Поленовскую посмотрите на каком лысом косогорье был построен дом то есть то что он Чем он окружен сейчас? Этим мощным лесом. Поленов при жизни не видел. Он не видел этого леса, потому что он знал, что он не увидит. И он ежегодно сажал новые деревья. Это тоже часть проекта. Некоторые деревья он привозил, даже те, которые не свойственны этой полосе. До сих пор этот лес сохраняет такой микроклимат. И там совершенно невероятный воздух. Я хочу сказать, что воздух, даже если отъехать 30 километров от поля, он совершенно другой. Я просто это ощутила сама. Я не вру. И там благодаря этому посаженному Василию Дмитриевичу лесу и природе еще, кроме того, такое волшебство в этом райском уголке. Так вот, сын, возвратившись из ссылки, он стал директором музея. Вторая дочь, я говорила, это Екатерина Васильевна. Она закончила гимназию в Москве. И она собирала материал для этнографической коллекции исторического музея. Потом она вернулась в родное имение в 1918 году и стала заниматься театральной деятельностью и Народным театром в селе Страхово. Это рядом с Поленово есть такое село Страхово, в котором до сих пор существует школа, построенная и открытая Поленовым. И, собственно, вот этот Народный театр, его традиции, они заложены и продолжаются сейчас. Сейчас я вам об этом скажу. И Сахарова, она издала книги, несколько книг о Поленове как раз совместно с Еленой Дмитрией Поленовой. И это как раз ценнейшие воспоминания об этом семействе, о ее традиции. И она составила первый путеводитель по музею, и он переиздается. И она была одной из тех, кто составил экспозицию нынешнего музея. И эта экспозиция до сих пор сохраняется при неприкосновенности. Следующая дочь Василия Дмитриевича Поленова – Мария. Мария Поленова – средняя дочь Натальи Васильевны Поленовой и Василия Дмитриевича. Она, в общем, тоже, безусловно, все, в общем, так или иначе занимались творчеством дочери. И Мария Поленова, она тоже занималась художественным ремеслом, аппликацией по тканям и ставила спектакли с китайскими тенями, с французскими песнями. И она единственная из семьи, которая, в общем, по личным каким-то обстоятельствам она эмигрировала. В 1924 году она уехала в Париж, потому что, в общем, у нее был не очень удачный брак. Она уехала в Париж, чтобы как-то поменять обстановку, говоря так грубо. И ее вторым мужем был Ляпин. Ее вторая фамилия Мария Васильевна Ляпина. И у них был сын Александр, который в семье... Его звали Шишок, такое домашнее имя. И не так давно было совершено перезахоронение внука Поленова на фамильное кладбище в Бехово. Я просто решила об этом вам рассказать. И до конца дней Мария Ляпина занималась тоже кукольным театром. Традиция, которая пошла от отца. И тем же, чем занимались ее сестры Поленова, она занималась тем же самым в Париже. И сейчас в Париже идет небольшая выставка, ей посвященная как раз... Поскольку там есть тоже члены семьи Поленовых, вот они благодаря деятельности фонда Поленова, существующего во Франции, они организовали вот эту небольшую экспозицию, посвященную Марии Ляпиной. И также вот здесь... Вот здесь это Ольга Поленова, которая тоже занималась и работала научным сотрудником музея, занималась постановками. И Наталья, младшая дочка Поленова, главное имя в семье Поленовых – это Наталья. Она занималась постановками тоже в Страховском театре. И вот у нее родилась дочь Елена, которая также была дочерью композитора Анатолия Александрова. И вот по этой линии как раз очень интересно продолжение как раз театральных традиций. Это вот портрет детей в 1995 году. Да, вот, значит, вот, собственно, это внук Поленова, Федор Дмитриевич. Он был следующим директором после своего отца, соответственно, Дмитрия Васильевича Поленова. Он в начале 50-х годов служил во флоте капитаном 2-го ранга. И после этого, в общем-то, в Поленове есть такая традиция всегда отмечать день военно-морского флота. Очень пышным. Справа вы видите его жену Наталью Николаевну Грамольну, которая была тоже очень долгие годы, уже после его кончины, директором музея Поленова. И вот нынешний директор Поленова, вот, собственно, Наталья Федоровна Поленова, которая с 8-летнего возраста, как все, в общем, члены семьи Поленовых, водила экскурсии по музею. И вот сейчас она занимает пост директора музея-усадьбы Поленова, музея-исповедника. Вот тут традиционное крыльцо дома Поленова, Поленовская усадьба, где обычно всегда фотографируются члены семьи. И вот, значит, Наталья Федоровна Поленова, вот ее сын и дочь. И вот здесь вот Анна Алямова, она как раз наследница линии Натальи Васильевны Поленовой. И они очень активно занимаются театральным балаганом, который начали еще вот дочери Поленова, балаган «Петух и курица», который ежегодно в конце августа устраивает спектакли. И там все активно члены семьи участвуют. Это невероятный праздник. И вообще я вам рекомендую обязательно следить за новостями, потому что у них есть гимн, который они поют еще со времен Поленовских. Ну и, конечно же, диорама, которую вы, наверное, видели сейчас в экспозиции. Это вот то, что Поленов сделал для своих детей путешествие и как бы показывал как раз в Страхово. Последний спектакль был практически перед его смертью. И вот эта традиция новогодних праздников, которая не прекращается никогда до сих пор. В конце декабря местные дети все приглашаются в библиотику, прямо в музей. И им устраивается праздник. Приходит Дед Мороз. Он всегда идет по зимнему лесу. Мы всегда видим его в окно, как он приближается. Иногда даже на лошади. И, в общем, это невероятное волшебство. И вот этот дух семьи, вот это все как бы то тепло, которое его, собственно, создал Василий Дмитриевич, оно сохраняется до сих пор в музее, как бы в этом доме, в большом доме, где даже все посетители, которые до сих пор считают гостями. Они проводят ежегодно очень интересные летние фестивы. В фестивале, на который тоже я рекомендую попасть. И был проведен фестиваль. Сначала как бы вокруг географии. То есть все страны, где Поленов бывал, становились темой фестиваля. Значит, прошел фестиваль французский. Это музыка, это театр, это какая-то выставка обязательно в рамках. Это идет примерно месяц. Затем был «Поленов на святой земле». То есть это было совместно с посольством Израиля сделан был такой проект. Был итальянский год. В этом году был посвящен юбилею. И акцент был сделан именно на том, что Поленов писал музыку и очень любил музыку. И как бы как Поленов композитор, они, собственно, «Век музыки в усадьбе Полена», то, что за Натальей Федоровной этот баннер, это как раз афиша этого самого фестиваля. На будущий год, возможно, будет немецкий фестиваль. То есть вся география поленовских путешествий будет постепенно охвачена. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ